Здравствуйте! В эфире канал АПС. Еженедельная программа «Городские подробности» в студии Артемий Заварзин. И вот о чем мы расскажем сегодня. В Архангельске проведут инвентаризацию мостов. Эта тема была поднята на совещании в мэрии города. В программе отчета прямых линиях, которые на этой неделе состоялись в редакции газеты «Архангельск. Город воинской славы», разговор горожан и представителей мэрии шел о самых актуальных темах жизни поморской столицы. Неделя в мэрии Архангельска началась с еженедельного совещания. Спектр вопросов повестки дня обширен от уборки контейнерных площадок и благоустройства города до проверки состояния мостов поморской столицы. Все подробности в нашем сюжете. Совещание в мэрии началось с подведения итогов городских конкурсов «Лучший ТОС» и «Лучший активист ТОС». А среди победителей – активисты ТОС Акемский. Образованный в 2013 году, он уже успел реализовать десяток проектов. Восстановление дренажного ливня канализации – три проекта. Был проект у нас «Обрезка тополей». Один проект – это оборудование для проведения массовых мероприятий. В общей сложности у нас получилось более 700 тысяч из городского и областного бюджета. О вопросах благоустройства на совещании говорили не только в связи с ТОСами. 1421 нарушение выявили специалисты Департамента городского хозяйства в ходе проверок контейнерных площадок и помойницы Архангельска. Нерадивые управляющие организации, уклоняющиеся от вывоза мусора, по закону могут быть серьезно оштрафованы. Но пока такая практика не повсеместна, и исполняющие обязанности главы города Святослав Чиненов потребовал усилить эту работу. О какой можно говорить сплошной диротизации в городе Архангельск, когда, извините, мы у себя под носом убрать не можем. Для этого главы округов там и находятся, чтобы работать с управляющими компаниями. Должны быть конкретные шаги, которые бы стимулировали управляющие компании к надлежащему содержанию контейнерных площадок. Закон нам дает право как на отмежованной территории, так и на территории общего пользования. Архангельска, я хочу понимать, вот с главы округов соберите, что сделано по 1421 нарушению. Сколько протоколов, сколько раз суд сходили, сколько управляющие компании поменяли, где инициировали общее собрание собственников. А уже на основании этой данной мы будем принимать соответствующие решения. На совещании обсуждался вопрос содержания городских мостов и мостовых переходов. В связи с событиями, которые накануне произошли в Вельском районе, губернатор региона Игорь Орлов поручил муниципалитетам провести инвентаризацию всех мостов. В Архангельске их около 40. Хочу сакцитировать внимание на мостовые переходы, которые идут на сторону порта экономии. Это и Гузнечевский мост, и там мосты через Соломбалку, и дальше по Майксанскому шоссе, в северном территориальном округе. Посмотреть, что необходимо сделать. И по итогам проделанной работы мы проведем совместное совещание. При необходимости пригласим представителей автодора, органов полиции. Говорили на совещании и о первых итогах осеннего призыва в армию. Ряды вооруженных сил России пополнит 571 Архангелогородец. Неделю назад северяне убыли к месту прохождения службы в Северодвинск. На этой неделе будут сформированы две команды для отправки в гарнизон на Новой Земле. В редакции городской газеты «Архангельск. Город воинской славы» на этой неделе состоялись очередные прямые линии с представителями муниципалитета. Их проведение стало хорошей традицией, когда горожане могут из первых уст получить ответы на волнующие вопросы. Обзор прямых линий последней недели октября подготовила Александра Липунова. В течение часа глава администрации Северного округа Игорь Трофимов отвечал на вопросы Архангелогородцев. За это время телефон не замолкал ни на минуту. Одной из самых обсуждаемых тем стала организация освещения улицы Партизанской. Когда у нас будет, как бы сказать, во дворе свет, а то один день горит, неделю не горит. В ваш двор, значит, перейдем для того, чтобы восстановить и горело освещение чуть позже, по той причине, что там есть подтопление территории, а нужно ставить вышку. Это в курсе дела. Еще одна жительница поселка первых пятилеток Зинаида Кириллова обеспокоена неблагоустроенной территорией вокруг нового магазина на улице Малиновского. Приятно даже. Как-то на улице проходишь по этому участку и вот это навалили. Они рыли там всеми экскаваторами, трактором стихнули в одну кучу и все. Значит, там была, ведь у нас еще с вами большая авария, поэтому там было два подрядчика и вот благоустройство. Они нам его будут сдавать. Придомовые территории – больное место многих районов Архангельска. В Ломоносовском округе таковым является двор дома номер два по улице Красноармейской. Студентка Екатерина Селиванова обратилась к Владимиру Шадрину с просьбой благоустроить этот участок. Не пройти, особенно весной. Там все в грязи, водой залито и машины еще постоянно ездят. Можно как-нибудь с этим сделать что-то? В связи с вашим обращением мы направим письмо департаменту городского хозяйства мэрии с просьбой включить в план работ по подсыпке устройства обочин по данной улице. Состояние дорог второй и третьей категории – наболевшая тема как для всего Архангельска, так и для жителей округа Майская горка. В ходе прямой линии Александр Феклистов ответил на вопросы горожан, связанные с организацией движения пешеходов по внутридворовым дорогам. Ни по красной звезде не пройти, ни по энтузиастов, ни по Осипенко. Тротуар тоже весь разломан, того и гляди, ноги сломаешь. Я вам так и скажу, Людмила Михайловна, тротуар по Осипенко мы запланировали поремонтировать на 2016 год. Вот это 100%. Еще один вопрос волнующий жителей округа Майская горка – развитие инфраструктуры района. Так Архангелогородка Елена поинтересовалась у Александра Николаевича о судьбе Московского проспекта. Вы говорили о том, что когда-нибудь в лучшие времена есть проект продления Московского проспекта. Московский проспект, он в любом случае будет и продлеваться, и дальше. И это в генеральном плане города Архангельска есть. Будет и продлеваться и вот это дальше, вплоть до улицы Дачной и уходить дальше на Варавино-Факторию. Повышение качества освещенности улиц Архангельска – самый задаваемый вопрос прямой линии. Исполняющий обязанности директора МУП «Горсвет» Александр Майданов заверил, что скоро эта ситуация изменится в лучшую сторону. Уже в 2016 году на улицах города будет установлено 27 новых осветительных объектов. У меня такой вопрос. Планируется ли сделать освещение на Доковской? На 2016 год улица Доковская, сама проезжая часть, где маршрут третьего автобуса, включена в программу выполнения судебных решений и запланированную у мэрии деньги в этот объект вошел. Архангел-городка Анна поинтересовалась планами на новогоднее оформление улиц столицы Поморья. Мне очень нравится, на улицах нашего города под Новый год появляется много украшений различных. В городе вообще планируется какое-то необычное, интересное новогоднее оформление? Новогоднее оформление планируется. Также будут разрешены опять снеговики, чумбаровку тоже с снежинками всякими будем украшать. Знаю, что Октябрьский округ интересный закупил украшения. Планируют развесить там 96 елей. Вопросом о сдаче норматива в ГТО начался разговор на прямой линии с начальником управления по физической культуре и спорту мэрии города Андреем Гебадулиным. У меня такой вопрос. У нас в городе где-нибудь можно сдать нормы ГТО? Сами нормы ГТО можно будет сдать только с 2017 года. Но вот уже начиная с этого года мы проводим мероприятия постоянные, где организуем сдачу тестирования, тестирование норм ГТО. То есть когда можно прийти и по некоторым определенным видам упражнений пройти тестирование. То есть насколько вы готовы. Ну вот центром у нас в городе Архангельске пока центром тестирования выбрано два учреждения государственных. Это вот центры массовых видов спорта. То, что у нас советских космонавтов и Шубина и САФУ. Свой вопрос Андрею Гебадулину задала Анна, поклонница волейбола. Я вот в студенте года очень хорошо занималась волейболом. Ну потом, понятное дело, семья и все такое. А вот сейчас хотелось бы вспомнить, так сказать, молодость, снова выиграть по вечерам после работы. В этой связи у меня вот такой вопрос. А есть ли у нас вот в Архангельске какие-то такие команды любителей, где можно было бы прийти вечером поиграть, потренироваться? Я бы на вашем месте обратился, конечно, в федерацию волейбола, потому что они организуют и проводят первенство, чемпионат города по волейболу, где большое количество команд играет именно любительских. Подробные версии состоявшихся прямых линий с представителями муниципалитета читайте на страницах газеты «Архангельск. Город воинской славы». На этой неделе прямые линии в редакции газеты «Архангельск. Город воинской славы» продолжатся. На этом все. Я прощаюсь с вами и желаю всего самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»!